Они спят на улице, в палатке. Ну, я согласен с Джейсоном. Я не люблю Трампа. Наш экскурсовод из Берсеэма, она была как, что случилось? Мы были как... В апотеке Марка из Витебска. А, труси. У них нет святанок. И носки. Брестские. Брестские. По-моему, Брест. Брестские. Мой из Бреста. Почему решили переехать в Беларусь? Ну, это длинный рассказ. Мы были активисты в США, в Нью-Йорке. Мы были против войны в Ираке. Мы были против империализма США. И мы организировали много протестов против войны, против империализма. И милиция арестовала нас много раз. И государство обновило нас. И это было ужасно. И мне святил уголовный срок. Это был кошмар. Но, дай бог, слава КПСС, брат написал письмо президенту Александру Григоровичу Лукашенко. И он сказал, что это чистое лирстоменство. США говорит, что Беларусь не демократия. Но США очень не демократическое. Министерство иностранных дел. И они написали письмо. И у нас было три визита посольства Беларуси в Вашингтоне. Мы были в Нью-Йорке. Но мы поехали в Вашингтон. Мы встретились два раза. Посоль и главный генеральный консоль. Он пришел в мой суд. Это было очень-очень главное. И после этого посоль и МИД, Министерство иностранных дел, пригласили нас в Беларусь. Первый раз здесь у нас очень хорошее впечатление. Мы уже поняли, что США ненавидят Беларусь, потому что здесь социально-ориентированная экономика. Но когда мы были здесь, это был класс. Это было очень хорошее впечатление. Есть видео Таккера Карлсона. Он в шоке. Метро в Москве. Это музей. И наше метро в Нью-Йорке. Это бардак. Это самый чистый бардак. Есть креста на платформе. Есть бомжи везде. Есть наркоманы везде. Есть много, я не шучу, есть много псиков в метро в Нью-Йорке. И он был в шоке. И я думаю, Минск много раз лучше. Метро в Москве хорошо. Но Минск – все. Минск очень красивый город. И много иностранцев с Западья. У них это впечатление. Я слышал это во времени чемпионата хоккея. Один человек из Финляндии. Он сказал мне, у меня только один вопрос. Этот город всегда чистый, как это. И это только два чемпионата. И я сказал, всегда. Есть больше гостинец сейчас для чемпионата, чем раньше. Но город всегда чистый. Это как музей. Мы были в шоке. Ну, у нас очень хорошее впечатление. И я думаю, мы летели, мы были здесь 20 раз после этого. И мы были здесь так много раз. Нам нужно больше страниц в паспорте. И мы, может быть, мы решили жить здесь. Мы думали, это будет очень хорошее жить здесь. Ну, да. Ну, я думаю, что мы ожидали худшего. Поэтому, когда мы прилетели, сразу мы увидели, как, ну, замечательные автобусы. Ну, мы даже как в плане автобусов. Мы ожидали, что будут очень древние советские, ну, автобусы. Ну, все наоборот, со временем автобусы. И что, и, ну, мой сосед, он рассказал мне, интересно рассказать, что его знакомый, который из Америки, он познакомился с белорусской в интернете. И он решил, ну, посетить ее. И он прилетел в аэропорт. А потом он сел в такси. И он сказал, что, ну, по дороге с аэропорта он смотрел в окно, и все было замечательно. И он даже думал, что он прилетел не в ту страну. Это, да, это как типичное впечатление любого американца, что мы ожидаем самого страшного. И просто хотел сказать, что я думаю, что, ну, сейчас Токар Калсин, как все говорят об интервью, и что, и у него тоже было такое впечатление. Он ожидал, что в Москве будет бардак. А потом ты прилетаешь в Москву, мы в Минск, и все намного лучше, чем в США. Беларусь глазами американцев. Беларуси нужно понимать, американские, у них очень плохое впечатление, не впечатление, а очень плохой имидж Россия, Беларусь, и очень негативные. Это из холодной войны. И я думаю, Беларусь много раз намного лучше, чем Россия. И когда американцы видят, это очень хорошая страна, это очень хорошую страну, и очень чистый, очень зелёный, много парков, безопасный. И это, как мы говорим на английском, культурный шок. Я не знаю, если русское слово. И это он, и для нас было даже хуже. Мы не просто видели метро, мы видели везде. И, например, проспект Паба-Дбители. Это проспект в Минске. У нас нет проспекта, как это в Америке. Ни одного. Ни одного. Очень шире, есть много места для пешеходных. Есть деревья, есть место для света, цветок. А, две цветов. Есть клумбы. Есть клумбы. Наш первый раз, мы были в шоке. И наш экскурсовод из Берсеэма, она была, как, что случилось? Мы были, как, как это рай на земле. Гиди, мы, это последняя диктатора в Европе. Это как рай на земле для нас. И был даже лучше и лучше. Мы были в универмаге, есть много продуктов, цена низкая. Гум, намига, есть много одежды, и цена низ. И, you know, у нас негативный имидж. Бедная страна. Советская экономия, неэффективная. И это была ложь. Я помню, был корм для котов. И это был особенный корм для котов с проблемой. И я помню, в школе наш учитель, он сказал, Америка много раз лучше, чем Советский Союз. Например, в универсам в Америке у нас диетический корм для собак. Потому что даже наши собаки толстые. И я думал это. Но собаки толстые в Беларуси сейчас. И тоже кота. И это контраст. Это очень-очень сильный. Мы только слышали плохо. И это как сон. Это как утопия. Я думаю, что, скорее всего, в Польше, в Литве тоже там очень сильная пропаганда против Беларуси. И когда сейчас там есть без... Ну, в Беларуси есть безвизовый режим для поляков, лицов и... Они, скорее всего, еще сильнее, чем в Америке. Ну, а есть люди, которые... Им любопытно. И они посещают Беларусь. И они понимают, что их государство... Они лгут. Понимаете? Потому что все хорошо, все нормально. Это очень хорошая страна для жизни. Это очень хорошая страна для семей. Понимаете? Почему поддерживаете Александра Лукашенко? Ну, самое важное, мы поддерживаем социально ориентированную экономику. Это особо государственные предприятия, особо государственные заводы. Это основа общества Беларуси. Это самый важный. И он, президент Лукашенко, он защитил, защитил экономику. Раньше было очень-очень сильное давление, можно сказать, неолиберализм. Может быть, люди знают дикий капитализм лучше. И они, Уоллстрит и ЕМФ, я не знаю на русском, ЕМФ. Мировой. А, Мировой. Мировой банк, это важная организация капиталистов. Хотел дикий приватации в Советском Союзе. И самый важный, президент Лукашенко, защитил Беларусь. И Беларусь стала остров. Остров демократии. Остров социализма. Остров социально ориентированная экономика. Россия, это был дикий капитализм в Польше, даже хуже, в Литве, в Латвии. На Украине кошмар. И был остров. И оба. Запад и Россия. Всегда был дикий капитализм. Ну, я думаю, что, ну, может быть, мы читали о нем, но когда вы читаете, это просто слова, но когда вы видите своими глазами, как результаты, ну, его, как управление, и понимаете, так что вы начинаете глубже, как, познавать, ну, что происходит тут. И я думаю, что он сохранил страну, потому что, ну, если бы не он, ну, Беларусь, я думаю, что мы не бы жили в Беларуси. Понимаете, мы никак, есть такие люди, которые, они любят путешествовать в Африке, там, где очень плохие условия, третий мир. Например, мы не такие люди. Если Беларусь не была бы комфортным местом, мы бы не жили тут. Может быть, один раз мы посетили, все хорошо, а потом все. Ну, я просто хотел бы сказать, что, ну, в Америке люди, они думают, что как мы, как всегда по-русски, мы жертвуем. Ну, что как мы живем в Беларуси, хотя очень тяжело нам, очень тяжело, приходится очень тяжело. Но все равно мы просто, мы ненавидим Америку, поэтому мы решили, нет, мы не такие люди, что нам очень комфортно, очень приятно, что город очень красивый, компактный, что все работает хорошо, общественный транспорт работает очень хорошо. Понимаете? Так что я просто хочу подчеркнуть, что, ну, это не просто, ну, в последнее время люди, они обнимают меня в том, что я пропагандист. Понимаете? Они говорят, а ты пропагандист, Джейсон. Потому что я пишу много уже, ну, у меня есть блог в Инстаграме, Беларусь, Джейсон. Ну, а для меня я очень впечатлился, ну, когда построил я национальный торговый центр «Перши», только с белорусскими брендами. Для меня это было, это была, ну, мечта сбылась. Вы понимаете? Потому что нигде, ну, в мире есть такое. И понимаете, и мы с братом, ну, люди думают, что, о, мы ненавидим Америку. Нет, мы как, ну, так реклама, опять, что любим Америку, просто они уничтожают Америку. Что раньше в Америке было так же, что все было сделано в Америке, и все бренды. Я всегда привожу пример бренд «Чемпион». Это всемирно известный бренд. Их одежду производили в штате Нью-Йорк, в городе Рочестер. Там уже нет ничего там, нет фабрики. Но я написал, что для меня это было как кумуляция карьеры Александра Григорьевича. Потому что построить большой торговый центр, где каждый магазин, это белорусские предприятия. Вы понимаете, где еще можно сделать это в Европе? Нет. Они ничего не делают, да. Ну, у меня есть ребенок, и люди всегда говорят, что надо купить это, как Реми, это, финландскую одежду, самую качественную. И думаю, что хорошо, ну, а потом, ну, я хожу в магазин. Цена, конечно, ну, 500-600 рублей. И сделана в Китае. Потому что, ну, если я хочу финландскую одежду, я хочу, чтобы сейчас... Сейчас сделано в Финландии, вы понимаете? Можно? А сейчас большинство одежды у меня изготовлено в Беларуси. Почти все. И, по-моему, у брата все из Беларуси. Шурбашка, да. Это Надекс, Мозер. Пиджак, это... Я забыл. Может быть, комментировал? Может, я забыл. Каждый... Нет, Брукей в Турции, потому что, ну, в Гуме, ну, часто они предоставляют товары из Турции. Да. Марка. Да. В апотеке Марка из Витебска. А, труси, светанок. И носки Брестские. Или могилы. По-моему, Брест. По-моему, мой из Бреста. Ну, если предприятия работают в Беларуси, люди Беларуси, они работают, да, на их предприятиях. Понимаете? У них есть работа, у них есть зарплата. Они могут содержать семью. Я считаю, что это очень, ну, логичная и разумная политика. Вы понимаете, что... Мы не знаем, например, что раньше Беларусь не выпускала комбайны. Потому что везде мы по лесу, ну, Гомсалмаш, бла-бла-бла-бла. Насчет Лукашенко, всегда критикуюсь, что он ничего не знает про экономику. Он из деревни. И, ну, для меня это обидно. Но если человек из деревни, почему это не значит, что он может быть умным? Я не вижу, что хорошо, он из деревни, да. Но очень видно, что мужчина гений, вы понимаете, что он историк и так далее, и так далее. Но всегда критикуюсь, что... Ну, а потом мы видели, несколько лет назад, когда они, ну, в Европе, в Америке, они ввели эти жастотающие санкции. И сейчас они не продают комбайны, не продают составляющие, комплектующие. Да, и значит, что, ну, то, что Беларусь уже начала более независимо, как производить свои вещи и так далее, они могут выжить. Я думаю, что Россия тоже, они научились на этом уроке после... Когда-то было после госповорота в Киеве, ну, когда... В 2014-м. Да, что когда уже тогда ввели санкции против России, и Россия поняла, что, ну, если у нас нет независимой экономики, если мы зависим от Запада, мы будем находиться в очень плохом, уязваемом положении. И они тоже, потому что я помню, что, ну, в 90-е годы, как все слышали, что в России это как разруха полностью, что они ничего не делают, только олигархи и так далее. Но я помню, что я был в Белагре несколько лет назад, и я видел такую технику... Рос... Как называется? Рос... Рос... Селмаш. Так. Ну, я видел такую технику, Рос Селма, и думаю, что... Я сказал, Джеффри, тогда, я думаю, что Россия уже не та Россия. Когда, ну, когда, ну, американцы, ну, мы вспоминаем, что в 90-х, что и все эти иммигранты из России, ну, мы живем в Америке, да, и мы видим, как есть поток, ну, огромный поток иммигрантов из России, из Беларуси. Ну, что... Что мы должны думать, если мы видим, что эти люди, они говорят, что там все ужасно, бедно. Но, да, я понимаю, сейчас, после развала Советского Союза, что была полностью разруха, ну, там. И, ну, сейчас я уже думаю, что это уже изменится. Не то, что я рад, что Америка стала как намного хуже, это не то, что, да, я радуюсь. Ну, а просто уже, ну, Россия поднимается, Беларусь поднимается, и США просто рассыпается. Ну, если вы посетите, я знаю, что все равно много белорусов, они думают, что Америка рай. Про современную жизнь в Америке. Как раньше я сказал, у нас очень негативный имидж Советского Союза, и здесь это обратно. У них очень... Люди здесь, очень хороший имидж, но это имидж Голливуда, это имидж фильмов. Есть там панорама Бруклин, Бруклинского моста, и, да, конечно, это очень красивый. Я буду первым сказать, это очень-очень красивый Бруклинский мост, мы говорим на английском восточный, восточная река. Это очень велик, очень красивый, очень ширый, очень великий. Но жизнь просто больше, чем панорама фильма, жизнь в Нью-Йорке очень-очень сложная, и мало времени видеть это. И много фильмов, много фильмов, это о богатых людей. И на Пятиявене, красивая девушка, она может купить хорошую сумку. Я забыл Гуччи, я не знаю бренды хорошо, но это 1%, не больше, чем 10%. Большинство будет очень-очень сложно. Сейчас в Америке есть много забастовок, а люди в Америке борются для хорошей жизни, это не хорошая жизнь, это выживание. Много американцев нужно работать для Яндекс.Такси, это не Яндекс.Такси, это Убер. Убер, Лифт, есть, а здесь тоже, Деливио. Без этого они не могут выжить, без этого. И была очень большая забастовка в GM, в Форде, в Крайслере. До этого были рабочие на железной дороге. Они, ситуация для них очень сложная. И Байден, он друг рабочего класса, это ложь. До этого был еще, почти была очень забастовка. УПС, это как Федекс. Ситуация кошмар для обычных американцев. Ну, конечно, во фильмах это рай на земле. Но это маленький част американцев. И сейчас ситуация границ, это кошмар. Я думаю, это просто план «Дестрой». Разрушить США будет третья мирная страна. Я думаю, это их план. Но это абсурдно. Ну, он говорит, что они хотят разрушить Америку, и Америка станет страной третьего мира. Я тоже, я не понимаю, почему они так делают. Потому что, ну, как я сказал раньше, что, ну, если ты посетишь любой город в Америке, есть тысячи-тысячи бездомных людей. И мы с Дефрой, мы начали узнавать об этом в Беларуси. Потому что я был в Калифорнии, может быть, 20, почти 25 лет назад, и все было более-менее нормально. У нас был ученик Сергей, и он, у него была командировка в Вашингтоне, в Сиатле. И он рассказал нам, он сказал, что, а, в Сиатле, что люди, они спят под мостами. И мы с Дефрой, ну, о чем он говорит? А потом я сам в интернете, я начал как смотреть документальные фильмы, что происходит в Сиатле, в Калифорнии, ну, в Лос-Анджелесе, в Лос-Анджелесе, да, в Сан-Франциско, да. Есть просто миллионы бездомных людей, и не было этого. То же самое, как в Канаде, что... И люди говорят, что что случилось? У нас были хорошие города тогда. И сейчас, ну, чтобы повторить то, что Дефрой сказал, что я не знаю, почему государство, они никак... Почему они не решат проблему? Понимаете, есть люди, которые, они спят на улице, в палатке. Много наркоманов там, да, много наркотиков. Да, есть этот очень сильный наркотик. Ну, это синтетический апоид. И есть просто наводнение этих наркотиков, и зависимость складывается сразу же. Вы понимаете, люди, они... Ну, это не только, что они наркоманы, но люди, у них нет работы. Ренды очень высокие, понимаете? Особенно, как там, где есть IT, ну, в Сан-Франциско, да, и что аренда как стала вообще нереально дорогой. Вы понимаете? И, ну, как бы, как государство, они не понимают, что происходит. Вы понимаете, что они не могут бороться с этим? Ну, это ясно, это их план. А, да. Это ясно. Это не просто кризис или хаос. Это очень ясно, это их план. И если у тебя семья, да, если у тебя дети, да, и что это тяжело, как родители, что ваши дети, они будут, ну, в месте, где люди употребляют наркотики, и они могут погибать, вы понимаете? Они могут стать наркоманами, понимаете? Они могут совершать преступления, ну, чтобы как позволить себе наркотики. Ну, мы, например, всегда говорим, что молодые белорусы избалованы. Вы понимаете? Ну, они живут в более-менее стабильной, благополучной стране, да? Ну, они считают, что все равно, что Беларусь – это, ну, отстой. Вы понимаете? Они хотят туда-сюда, они смотрят фильмы и так далее. Они не могут себе представить проблемы, которые не существуют в Беларуси. Они не могут представить, что… Представь, что если вы идете по независимости, и будет, ну, в обеих сторонах, будет палатки и бездомные, люди будут употреблять наркотики, вам будет комфортно, ну, ходить в таком месте. Про выборы президента США 2024. Я хотел бы сказать, почему, что я уже замечаю, что в Америке есть очень большой разрыв между людьми и политиками. И опять я привожу в пример интервью Токаракалсона с Путиным, да? Ну, политики, они запрещали ему брать это интервью. Он хотел два года назад, после начала войны, он хотел. Они сказали, нельзя. Они не позволили ему. И он очень хотел, но ему удалось как-то биться это в интервью. Но просто сегодня, да, политики, они все говорят, что нет, не берите это интервью, не берите интервью. Но люди, американцы, они хотели слышать слова Путина. Они хотели слышать, что он хочет сказать насчет войны. Но политики, да, они говорят, нет, нет, нельзя, запрещено. Вы понимаете, просто я просто хочу сказать, есть такой большой разрыв между людьми и лидерами. И я хочу сказать, что, ну, Байден, я не уверен, что он победил в первый раз. Вы понимаете, я думаю, что Трамп победил. И я думаю, что, ну, правящая элита, они хотят продолжить этот курс. Курс бесконечной войны, войну против России на Украине. Украине, может быть, Тайване и так далее. Так что я думаю, что из этого, что я думаю, что у Трампа нет никаких шансов, потому что он говорит постоянно, что если он станет президентом, он прекратит эту войну на Украине за сутки. И я верю ему, потому что у него есть хорошее отношение с Путиным, да. Они могут договориться. Почему Байден сейчас не договаривается с Путиным? Почему Токер Калсен, журналист, да? Почему это не Байден там, ну, в Кремнии? Ну, есть такое кровопролитие сейчас на Украине. Им все равно. Как американские политики, сейчас я понимаю, что они психопаты. Им все равно. Это ничего не значит, что... И когда все закончится на Украине, они просто уедут в следующую страну. Да? И между тем, у нас есть полная разрушенная страна. Много людей погибли. Джеффли? Ну, я согласен с Джейсоном. Я не люблю Трампа. Мне не нравится Трамп. Но кроме ситуации в Палестине, в Газе, я думал, ситуация будет лучше с Трампом. Или не будет хуже. Будет лучше с Трампом. И до войны, но это не войны, это скатобойня в Газе. До этого будет очень ясно, лучше Трамп будет президент США. Потому что, как брат сказал, не будет войны на Украине. И Байден и демократическая партия, они хочут тоталитарийизм. Наш вид капитализма, это недостаточно для них. Они хочут феодоризм. Они хочут современную версию феодоризма. Это Байден, это демократия. А Трамп, он за старую версию. Обычный капитализм, милиция. Это будет их ответить на нашу проблему. Но, честно говоря, наше мнение для этого не важно. Потому что мы из Нью-Йорка, штата Нью-Йорка. И Нью-Йорк будет за Байдена. 100%. И система в Америке очень сложная система. Наш голос не будет. Про события 2020 года. Год 2020, это был очень, это был кошмар. Но это была светная революция, или почти светная революция. И, во-первых, мы были в шоке. И мы поддерживали президента Лукашенко. И я был в его митинге на площади. Несколько дней после этого, я был очень страшный. Не страшный. Я был очень нервный. Я пуговался, worried. Ну, переживал. Переживал. Я переживал. И я ходил на площадь сам со флагом Республики Беларусь. Был марш БЧБ. И они ходили мимо. И я ходил напротив их. И они были очень злые. Я ходил на площадь со флагом Беларусь, красный, зелёный. Я заплатил большую цену. Следующий день у меня Емель. У меня клиент. Это была фирма IT. Я учил их уже больше, чем 4 года. И следующий день они бросили меня. Я был в шоке. Я был очень близко с ними. Я был очень... Я... Это не просто работа для меня, когда я пропадаю. Это... Я был очень близко с ними. И они бросили 4-4 года. И не было секрет, я был за президента Лукашенко. Это не было секрет. Я это... Я не... Я говорил об этом раньше. Но я думаю, раньше они думали, я просто наивный иностранец. Я просто наивный американец. Они бросили меня, они сказали, что ты фашист, ты любишь насилие. 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 А трейдер. Как сказать? Изменник. Я изменник. И они... Они думали, что они патриоты. И я изменил их. Изменник. Изменник. И сейчас я еще здесь. Я хочу видеть жительство. И они в Польше. Это место для патриотов в Беларуси. Я просто хотел добавить что-то. Ну, как иностранцы, да, но у нас есть преимущество. Но, может быть, мы не понимаем все суансы, нюансы культуры, языка, да. Но мы видим все со стороны. И это дает нам очень большое преимущество. И, может быть, мы даже как лучше понимать много... Много вещей больше, чем Беларуси. Ну, конечно, мы всегда общаемся с людьми, особенно с людьми, которые постарше, которые могут рассказать нам про Советский Союз, 90-80-е. Но я просто хотел сказать, что для меня просто... Ну, каждый раз, когда даже возьмем подземные переходы, да, в Минске много подземных переходов. И каждый раз мне приятно, ну, переходить через это. И поэтому, что они чистые, нет бомжей там, нет мочи, нет граффити. И, понимаете, это так приятно. Но каждый раз, хотя мы уже, как мы живем в Беларуси 10 лет, я не могу как оторвать эту часть моей жизни. Вы понимаете, что я всегда... Я просто... Например, сейчас будут выборы. И в Америке я никогда не видел такую компанию. Да, есть везде, есть объявления, есть билборды, есть эти доски. Доски или доски? Доски. Есть эти доски, там, где, ну, кандидаты, ну, они, у них есть афиши, везде. И люди не читают, и что, когда, ну, вы снимаете деньги в банкомате, есть выборы будут 25 февраля, понимаете, на почте, ну, в подъезде, понимаете, везде. Что государство хочет, чтобы люди принимали участие в этих выборах. В США, наоборот, вы вообще, вы ничего не знаете, где происходит, где будет, как называется место выборов? Участок для голосования. Участок. Вы не знаете, где будет участок голосования, что, Джеффри рассказал, ну, обсуждал это, что в Америке, что день выборов, это во вторник, это рабочий день, и понимаете, как люди, которые работают, как они могут, ну, туда пойти, чтобы, ну, даже эти доски, которые стоят везде, что, я просто хотел подчеркнуть, что в Беларуси есть просто высокий уровень, есть слово «целевизованности», потому что они стоят, и никто не трогает. Если такие доски, если вы поставили их в Нью-Йорке, например, сразу же люди просто сбили бы их и разрушили бы их. Это просто уровень цивилизованности. Ну, вы говорите, ну, почему мне нравится жить в Беларуси, потому что я уже привык к этому, что мне было бы тяжело, я уже отвык от Нью-Йорка, что есть много таких людей, и везде на метро будет драка, и каждый раз, когда вы ездите на метро, будет что-то, вы понимаете?